Здравствуйте! Сегодня гость в нашей студии, директор Лицкого лесхоза Евгений Герасимович. И поговорим мы о наведении порядка в лесном фонде региона. Здравствуйте, Евгений Михайлович! Здравствуйте! Наведение порядка в лесных массивах и благоустройство их территории – одна из задач Лицкого лесхоза. Вы оборудуете места для отдыха, ликвидируете несанкционированные свалки, проводите рейды по выявлению нарушений лесного и природоохранного законодательства. Что сделано, что планируете? Ну, вообще, наверное, нам начать с того, что территория Лицкого лесхоза – это более 105 тысяч гектар. Это территория, по сути, огромная. Это один из самых больших лесхозов Гродненской области. И, соответственно, да, в функции моего ведомства входит наведение порядка на данной территории. Из основного, что можно сказать, что было сделано по этому году, это же, конечно, благоустройство и наведение порядка вдоль трассы М-6 в рамках подготовки к вторым европейским играм. В рамках этой работы вдоль М-6 были проведены такими мероприятиями, как выборочные санитарные рубки, уход за минерализованными полосами и очистка леса от захламленности. Также очень большая работа была по наведению порядка проделана именно вдоль так называемой обвязной дороги вокруг города Лиды. Тоже эту задачу ставил председатель Лицкого райисполкома Михаил Косинич Карпович. Вообще, если в целом говорить по лесхозу, то уже в этом году создано более тысячи километров противопожарных минерализованных полос и проведено уходов за уже существующими минерализованными полосами на протяжении более 600 километров. Это все делается в рамках противопожарной безопасности для территории Гослесфонда. Если переходить к второй части вашего вопроса по поводу благоустройства, то я бы хотел сказать, что у нас таких два, наверное, знаковых объекта на территории лесхоза, именно которые несут экологическую направленность. Это лесной массив в районе улицы Рыбиновского. Очень полюбился он жителям города Лиды. Там обустроены два экологически велосипедных маршрута. Также этот лес, в принципе, очень довольно богат грибами и ягодами. И жители города Лиды очень любят там проводить свое свободное время. И думаю, что об этом знают не только в Лидском районе. Наш экологический памятник природы местного значения, который находится в деревне Горни, парк Горни так называемый. Место очень знаковое, очень интересное. Даже не побоюсь этого слова, это единственный в республике такого уровня парк. На территории этого парка более ста деревьев, которые имеют возраст, сто лет и более. Также на территории этого парка у нас находятся музей лесного хозяйства Гродненской области, лабиринт, зеленый так называемый лабиринт Истуй, пчела-пасека, охотничий комплекс Лидского лесхоза. И также сделаны различные экологические маршруты. Я пользуюсь случаем, приглашаю всех желающих, пожалуйста, посетите данное место. Я уверен, что всем понравится. Евгений Михайлович, наслышано о давней проблеме несанкционированных свалок в лесах вблизи дач. Можно ли говорить о сокращении количества бытового мусора? Да, однозначно. За последние пару лет можно говорить о тенденции такой, что бытовый мусор сокращается, но проблема однозначно остается до сих пор еще актуальна. Лесхозом ведется работа в этом направлении, ведется работа и профилактическая, и работа в плане уборки этого всего мусора. Также под эгидой Министерства лесного хозяйства у нас каждый год проводятся добровольные акции. Добровольная акция «Неделя леса» и добровольная акция «Чистый лес», в рамках которых мы не только садим и возобновляем наши леса, но и занимаемся уборкой от бытового мусора. Для примера могу сказать, что в этом году в акции «Неделя леса» 2019 принял участие около 2000 человек. И также, пользуясь случаем, хочу сказать большие слова благодарности Лицскому райисполкому за активное участие в данной акции и образовательным учреждениям региона, которые нас всегда в этом плане поддерживают. И этот год тоже остался таким же в плане поддержки лесхоза в проведении данной акции. Но я хотел бы сказать, что эта работа могла бы быть проделана и силами нашей лесной охраны, и без привлечения сторонних организаций, сторонних людей. Эти акции в большей степени несут такую социальную направленность, и экологически воспитательную. То есть, мы сами прекрасно понимаем, человек, который сам пришел в лес и посадил саженец, или подобрал ту бумажку, или какой-то пакет салфановый, который валяется в лесу уже в будущем, не захочет это сорить в лесу, или ломать те же деревья, или уже не дай бог там пилить даже тоже растущее дерево. Потому что он поймет, прочувствует через себя, как это на самом деле не просто возобновление леса и уборка мусора на территории Гослесфонда. Полагаю, что не все знают, что в наших лесах установлены камеры фотографии от фиксации. Насколько эффективны фотоловушки при выявлении нарушений? Вообще, за этот год на территории Республики Беларусь было зафиксировано порядка 300 случаев, когда люди были привлечены к административной ответственности именно с помощью фотоловушек. На территории Лицкого лесхоза имеется 7 фотоловушек. Пока на данный момент мы в этом отношении еще, скажем так, наверное, немножко не доработали. К административной ответственности люди с помощью фотоловушек у нас не привлечены. Но эта работа носит такой более профилактический характер. На территории Гослесфонда развешаны также таблички, предупреждающие людей о том, что идет фото и видеофиксация. Также хотел бы напомнить, наверное, на пользу случаям нашим гражданам, что статья 15.29 административного кодекса Республики Беларусь – это за разведение костров в неположенных местах, штраф до 25 базовых величин. Это тоже одна из таких бед, которые мы боремся, потому что пожароопасный период у нас начался в апреле и закончится быстрее всего, что не раньше октября. Статья 15.30 – это загрязнение Гослесфонда бытовым мусором. Там штраф подрисмотрен до 20 базовых величин. Так что, в пользу случаям, призываю всех ответственно относиться к лесу и к тому, чтобы там ничего, скажем, после себя не оставлять и тем более не разжигать какие костры. Сейчас в разгаре сезон заготовки дикорастущих ягод и грибов. И думаю, не лишним будет напомнить правила их сбора. В марте 2019 года в Министерстве лесного хозяйства принято новое правило по сбору дикорастущих ягод и грибов. Этими правилами разрешен уже сбор черники специальным приспособлением. Хочу сказать, что данное приспособление может быть как и самодельным, так и может быть и куплено в магазине. И там, в принципе, допуски простые. Единственное, что расстояние между зубьями должно быть не менее 5 сантиметров. Этот прибор должен быть быть оснащен контейнером и ручкой. И прописаны правила сбора, то есть техника работы с данным прибором. Самое основное – это не начинать сбор черники снизу куста, то есть не сделать так, чтобы этот куст был вырван с корнем. Что касаемо сбора грибов, в принципе, это как бы законодательно не регулируется. Основное правило и главное правило – не уничтожать лесную подстилку. То есть не нужно собрать лесички так, как у нас принято некоторыми приходить лес с гроблями, сгребать лесную подстилку, а потом под нее доставать эти грибы. За нарушение сроков и правил сбора дикорастущих ягод и грибов предусмотрен штраф статьей 1526 Административного кодекса, который составляет до 20 базовых величин, то есть это до 510 рублей. То есть лучше не нарушать установленные правила? Однозначно, лучше их соблюдать. Что ж, Евгений Михайлович, спасибо вам за беседу. Пожалуйста. Продолжение следует...